Тундра Да, конечно, здесь еще не рай. Трубку правды словом не нарушил, но влюбление в наш суровый край и в его талантливую душу. Ямало-Ненецкий автономный округ – часть Русской Арктики. Расположен к востоку от Уральских гор, в междуречье двух великих сибирских рек – Аби и Енисея. Округ образован в 1930 году. Всего двумя годами позже впервые прозвучал научный прогноз о будущем этого полярного региона и его возможных перспективах. На чрезвычайной сессии Академии наук СССР выступил академик Иван Михайлович Губкин. Он сказал, будущее нашей нефтяной промышленности всецело зависит от разведочных работ, смелых и решительных, без боязни риска. Необходимо искать нефть и на восточных склонах Урала. Однако возражения научных оппонентов и вспыхнувшая вскоре мировая война отодвинули начало поисковых работ за Уралом почти на 20 лет. В годы войны противник проводил операции в морском секторе Арктики, но встретил ожесточенное сопротивление не только генерала Тумана и адмирала Льда, как называли тогда главных защитников Севера. Они уничтожали пути доставки продовольствия и тут же исчезали в ледяных полях. В послевоенные годы страна восстанавливает разрушенное хозяйство. Растущей экономике нужны большая нефть и дешевая энергия. Взят курс на индустриализацию Сибири. Поэтому в начале 50-х поиск нефти и газа разворачивает геологоразведку за Урал. Первыми сюда торопятся геологи. Люди крепкого склада, героической профессии. Им предстоит доказать, что здешние земли действительно богаты. Подтвердить предвидение ученых рабочим долотом. Север Западной Сибири – совершенно необжитое место. Сплошные болот и озера – вечная мерзлота. Сложности умножают и суровые зимы, и полчища жалящих кровососов. Экстремальный климат превращает труд в ежедневную борьбу, а любой результат – в подвиг. Вездеходы и трактора тонут в торфяные болота. Работу разведчиков осложняют и научные, и отраслевые споры. Сталкиваются позиции крупнейших научных школ. Ряд ученых настаивает. Под тундровыми болотами Северной Сибири вместо нефти и газа находится гранитный материк – Таболея. Масштабно мыслят и энергетики. Сомкнуть сибирские реки с Волгокамским бассейном. Взять их энергию. А заодно подготовить переброску воды в засушливые регионы Средней Азии. По заданию Госплана прорабатываются проекты строительства целого каскада гидроэлектростанций. В районе Салихарда, в створе Ангальского мыса, планируется перекрыть ОПИ. Под угрозой затопления – половина Западной Сибири. Категорически против этого проекта выступают геологи. Они настаивают. Богатейшие запасы углеводородов навсегда уйдут под воду. Напряжение растет. К счастью, смелые предположения геологов вскоре подтверждаются. Первый газ Западной Сибири обнаружен в Березове. Открытия следуют одно за другим. Первая западно-сибирская нефть получена в Шаиме. Победили. В декабре 1963 года принято постановление правительства о промышленном освоении открытых месторождений. Победа геологов кардинально изменила будущее этой земли. В суровых условиях тысячи первопроходцев создают промыслы, возводят поселки и города, строят дороги и трубопроводы, аэродромы и объекты энергетики. 203-й километр дороги Сургут-Буренкой построен почти на два месяца раньше срока. Их имена звучат на всю страну и заслуженно. За эти ставшие легендарными годы обустроены десятки месторождений. В бюджет страны положены триллионы рублей. Современная нефтегазовая инфраструктура выдвинулась к побережью Ледовитого океана и сегодня выходит на континентальный шаг. Наш северный, арктический край становится одним из крупнейших мировых центров добычи углеводородов. А мы с тобою труб качаем газ, трубой, объединяющей Россию. Вместе с тем, первая волна освоения Ямала требовала добыть нефтегаз любой ценой. Все силы покорителей арктической тундры были брошены именно на добычу. Поэтому в течение десятилетий округ рассматривался как территория временного, вахтового проживания. Развитие местной инфраструктуры было минимальным и большей частью отложено на потом. И несмотря на то, что за годы освоения в тундре появились новые города, социальная сфера была развита плохо, а где-то не развита вообще. Многие первопроходцы большую часть жизни провели без самых элементарных удобств. Даже в начале 21 века инфраструктура Ямала оставалась неразвитой и высокозатратной, а жизненные стандарты десятков тысяч ямальцев недопустимо низкими. С приходом нового руководства страны государственная политика в отношении Севера стала заметно меняться. Среди приоритетов – развитие Арктики. Это мировая кладовая, и мы готовы использовать эти богатства, прежде всего, конечно, для развития своей собственной страны. Передавая стафету развития округа своему преемнику, первый губернатор Ямала Юрий Ниолов был взволнован и краток. Дорогие уважаемые земляки, я передаю образы правления молодому симпатичному парню Дмитрию Николаевичу Кобылкину. Берегите Ямал, берегите, потому что это моя родина. Ямал снова ждал смелых решений и полной самоотдачи. Клянусь. Тех качеств, что полвека назад сделали многих северян легендарными. Основная задача, поставленная президентом, доказать делами своими, что Арктическая зона, крайний север Российской Федерации это место постоянного проживания, а не вахтового. Вот это вот, наверное, самое сложное, на что надо было решиться. С чего начать? Правительство округа обратилось к ямальцам. Мы определили 300 проблем из 300 выбрали 100, из 130, из 35 первоочередных. И первоочередное это было, я помню, что все население Ямала тогда сказало, ветхое варенье оберегает. Проблему номер один стали решать последовательно. Балки и бараки начали с них. Для переселенцев строятся современные квартиры в благоустроенных кварталах. Жилищная программа правительства предусматривает полную ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Комфортабельные новостройки появляются не только в столице и крупных городах, но и в отдаленных поселках нашего округа. В этой работе нам помогают программы сотрудничества округа с крупнейшими недропользователями Ямала. Подписывается соглашение о сотрудничестве между правительством Ямала-Ненецкого автономного округа и открытым акционерным обществом Газпром. Программа переселения вышла и за границей региона. Так, отвечая на запросы о предоставлении жилья в местах более комфортного проживания, новые микрорайоны строятся в Тюмени. Население нашего региона сравнительно невелико, но стабильно растет. Мы ориентируемся на тех, кто живет и рождается на Ямале. И на тех, кто приезжает в округ и связывает с ним свои планы на будущее. В центр стратегии развития округа поставлен личный капитал ямальца. Его здоровье, образование, мобильность, способность к генерации нового и к продолжению рода. Для реализации этих планов задействованы разные механизмы государственного управления. Сегодня Ямал в пятерке лидеров страны по рождаемости. Ведь в семье, где люлька не пустует, нет места тоске и унынию. Некогда унывать. Родильное дело один из национальных приоритетов. На Ямале оно строится с учетом региональных особенностей. Маленькие жители появляются на свет в реконструированных и новых родильных домах. На территории округа завершается и строительство первого перинатального центра. Но высокая рождаемость и радость, и новые заботы. Полная ликвидация очереди в детские сады один из самых сложных вопросов сегодня. Эту острую проблему правительство решает, расширяя действующие детские сады и вкладываясь в строительство новых. Программы капитального ремонта и строительства затронули всю систему дошкольного и школьного образования. Поставлена цель обеспечить доступ к современным стандартам образовательных услуг. И касается это не только городских и поселковых школ, но и школ кочевых, открываемых по заказу той части эмальцев, что ведут традиционный кочевой образ жизни. Работая над обновлением сферы образования, правительство ориентируется на структурные изменения, которые происходят на рынке труда. Мы видим, что растет спрос на специалистов и квалифицированных рабочих в различных областях производства. Поэтому в многопрофильных колледжах выстраиваем гибкие программы профориентации и обучения профессиям, необходимым государственным предприятиям и частным компаниям Ямала. Важным направлением стало совершенствование системы поддержки здоровья и профилактики заболеваний. Как говорят в народе, без острого глаза, без сильной руки и крепких ног в тундре тяжело. Совместная работа с частными компаниями привела к обновлению действующей и строительству новой спортивной инфраструктуры в городских и сельских районах Ямала. Сегодня можно утверждать, что здоровый образ жизни стал доступным и востребованным жителями нашего округа. Серьезные средства, вложенные в систему здравоохранения. В реконструкцию больницы и поликлиник. В строительство новых медицинских центров. В обновлении материально-технической базы наших медиков. В регионе созданы онкологические и сосудистые центры. Изменилась ситуация с детскими поликлиниками. Высокотехнологичную помощь оказывают теперь на местах. Налажена работа и нового формата ямальской медицины, мобильных бригад и мобильного центра здоровья. Теперь речная больница отправляется в тундровое стойбище с профилактическим осмотром и диагностикой заболеваний. Спешит навстречу пациентам. Вторым важнейшим направлением работы правительства стало устойчивое развитие экономики округа. Сегодня наш северный регион относится к главным донорам федерального бюджета. Благополучие страны зависит от качества работы каждого ямальца. Поэтому в основу экономики мы закладываем опережающее развитие арктической инфраструктуры. Индустриальное инфраструктурное освоение полуострова Ямала имеет без преувеличения общегосударственное значение. Это позволит нам задействовать богатейшие, но пока еще малодоступные месторождения. Создать здесь дополнительные рабочие места, новые производства, центры переработки углеводородного сырья, что в свою очередь станет серьезным импульсом для социально-экономического развития не только Ямало-Ненецкого автономного округа, но и Урала в целом, Западной Сибири, да, пожалуй, будет иметь практическое значение для всей России. Особое значение мы придаем формированию северного широтного хода. Первым этапом этого проекта стало строительство автомобильной дороги и совмещенного моста через реку Надым. Новый мост не только заменит сезонные переправы, зимник и ненадежные понтоны, но и соединит восточные и западные районы округа с опорной транспортной сетью России, железной и автомобильной дорогами. С реализацией этого проекта мы не только установим устойчивое транспортное сообщение между крупнейшими городами Ямала. округ станет развиваться как крупный транспортный узел, встраиваясь в новые межконтинентальные транспортные коридоры, которые формируются сегодня в Евразии. Строительство северного широтного хода откроет и новое окно возможностей, связанное с выходом грузопотока в Арктику через строящийся глубоководный порт в Сабетти. Сегодня, здесь, на севере Ямала, продолжается строительство нового морского порта. На первом этапе основной грузопоток его причалом обеспечит южно-тамбейское месторождение углеводородов. Его обширные запасы станут источником сжиженного природного газа, новый завод по производству которого, Ямал-СПГ, строится сегодня в Сабетти. Первые долгосрочные контракты уже подписаны. Ямал – это очень удобное место транспортировки ресурсов и в Азиатско-Техиоокеанское озеро, и в Европу, и в Северную Америку. Продукция завода будет экспортироваться и в Европу, и в Азию. В перспективе Сабетта может стать многофункциональным портом. Частью арктической транспортной системы замыкающий грузопоток уральских и сибирских регионов на маршруты Северного морского пути. Принятая федеральным правительством стратегия развития Арктики предусматривает активное освоение новых месторождений на севере Ямала и на континентальном шельфе, а также добычу углеводородов глубокого залегания на материке. Поэтому будущее округа связано с крупными инвестиционными проектами российских нефтегазовых компаний. Одним из крупнейших инвестпроектов стало освоение Баваненковского месторождения-гиганта. Объем его запасов входит в первую пятерку газовых месторождений мира. При реализации этого проекта компания «Газпром» не только обустроила малоосвоенную территорию округа, но и построила протяженный участок новой арктической железной дороги на полуостров Ямал. Другой крупный проект реализует компания «Газпромнефть». В 2014 году на мировом рынке появился новый порт. Так называется свежий сорт арктической нефти. Вскоре планируется завершить и строительство нового ледостойкого комплекса по перевалке углеводородов на мысе Каменной. Мы приступили к освоению нефтегазовых ресурсов в восточной части округа. Самый северный российский нефтепровод свяжет месторождение Ямала из севера Красноярского края с единой системой магистральных трубопроводов. Сегодня добыча нефти и газа базовые отрасли нашей экономики. Но одновременно с их развитием сделаны шаги к расширению переработки углеводородов в ценные продукты для топливного рынка и нефтехимии. Цель – создавать продукцию с высокой долей добавленной стоимости на территории округа. И соглашения с компаниями приближают нас к этой цели. Соглашение подписывает председатель управления открытого акционерного общества «Наватэк» Леонид Викторович Михельсон. Ямал-Ненецкий округ – это наша Родина. Доля перерабатывающих отраслей в валовом региональном продукте Ямала сегодня растет. Это важно. В планах правительства расширить отрасли, наполняющие региональный бюджет. И мы можем сделать это за счет освоения недр Полярного Урала. Этот процесс начнется после строительства транспортного коридора на восточном склоне Уральских гор. Пока же опытно-промышленная разработка полезных ископаемых началась на золоторудных месторождениях «Новогодние» и «Петропавловское». Программу продовольственной безопасности округа мы приняли в 2012 году. Поддержку правительства получили проекты местного агропромышленного производства. Наша цель – обеспечивать ямальцев собственными натуральными продуктами. За последние годы эта работа поставлена на системную основу. Построены необходимые производства, приобретены технологии, обучены кадры. Так переработка ценных пород северной рыбы в деликатесы уже заняла свою нишу и одобрена покупателями. Для развития рыбной отрасли построены промыслово-перерабатывающие суда. Они позволяют развивать прибрежный и морской лов в Карском море, что существенно расширит ежегодную добычу и переработку рыбы. Под ямальскими брендами наши продукты известны теперь и во многих регионах России. Ямал называют центром мирового оленеводства. И не даром сегодня в округе действуют перерабатывающие и забойные комплексы, максимально приближенные к местам выпаса оленей. Как результат, оленеводам гарантирована сдача поголовья, а это ключевое условие повышения уровня жизни наших тундровиков. Поддержка сельского хозяйства будет продолжена. Проектируя и выстраивая новый Ямал, правительство ставит целью безопасное развитие округа. Безопасное в широком смысле слова. Этот подход мы внедряем и в региональных программах уборки мусора, накопленного за прошлые десятилетия. И при организации жизни в особых условиях полярной тундры. И при строительстве новой арктической индустрии. Сегодня Ямал движет нашу страну в будущее, открывает новые перспективы и, как в эпоху романтиков, становится символом перемен. Нам и дерзать, и строить, и отвечать на вызовы суровой Арктики. Вы скажете, так было всегда? Да, так и будет. На этом пути у нас надежные союзники. Никита Кач, знаете, что с определенными известными ограничениями у нас принято решение оптимизировать расходы, в том числе и с ФМВ. Но проектам, которые у вас на территории осуществляются, наоборот, мы решили поддержать, профинансировать, в том числе и с ФМВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...